Велосипеды выехали на дороге. В теплый сезон детям развлечения, взрослым средства передвижения, плюс тренировка мышц, укрепление нервной системы, даже повышение иммунитета. Ну и просто удовольствие. Кстати, часть сотрудников телерадиокомпании Могилев приезжает на работу именно на велосипедах. Конечно, нам далеко до Копенгагена или Амстердама, где до 40% трафика именно велосипедисты. Но здесь существуют и свои опасности. О них предупреждают сотрудники ГАИ и врачи. Смотрите и будьте осторожными, а рассказывает Наталья Ильинич. Даниил едет на велосипеде с Ямницкого на Минжинку. Путь не близкий. А сколько тебе лет? 11. А где ты катаешься на велике? По тротуару. По тротуару? На дорогу не выезжаешь? Нет. Движение большое, но число велосипедистов на дорогах растет, можно сказать, прямо пропорционально повышению температуры за окном. Их появление на дорогах пугает автомобилистов. Не всегда они со светоотражающими элементами. Меня как водителя это, конечно, волнует. Не в восторге от велосипедистов, как казалось, и пешеходы. Говорят, те порой пугают их своим внезапным появлением. Иногда даже так вот уйдешь неожиданно. Раз так. Бывает, что это не есть нормальная. Все-таки должны быть велодорожки, чтобы для них отдельные. В Могилеве пока только три велодорожки. На Пушкинском проспекте, улице Челюскинцев и Минском шоссе. Маловато для активного велодвижения. Непонимание с автомобилистами существует? Не существует? Нет, сам автомобилист. Вы по тротуару только или все-таки на дорогу периодически выезжаете? Пересечь пешеходной дорожкой. И все? Конечно. Движение на велосипеде должно осуществляться по велодорожке. Если данный элемент дороги отсутствует, тогда разрешено движение на велосипеде по тротуару, пешеходной дорожке, либо по обочине. Если же эти элементы дороги отсутствуют, либо движение по ним затруднено, например, в связи с проведением ремонта, тогда только велосипедисту разрешено двигаться по проезжей части не далее одного метра от ее правого края. Пока инспектор ГАИ рассказывал нам о правилах дорожного движения, наша камера зафиксировала его нарушение. Присмотритесь. На заднем фоне велосипедист переезжает в проезжую часть по пешеходному переходу, а должен был спешиться. Ну, немножко нарушил, да. Немножко? Да. А где ваши катафоты? На случай, если вы будете двигаться в ночной... Катафоты разбиты. Надо прям ввести новые просто. Вот видите, по пешеходному переходу проехали, катафоты отсутствуют. Вы такой, можно сказать, злостный новый обязательный. Такие нарушения чреваты ДТП. Как пример, авария прошлого года. Проспект Мира, пешеходный переход. Водитель получил травмы. И еще одна авария. Снова пешеходный переход. Отец вез дочь в детский сад. Мы его спили. На багажнике. И вот так случилось, что ножка попала в колесо. Елена с четырехлетней дочкой в больнице уже неделю. Малышки наложат гипс повторно и отпустят домой. А дальше реабилитация. Такие травмы у маленьких детей, говорят ортопеды, в велосипедный сезон случаются довольно часто. Я просил у моей знакомой подруги покататься на гироскутере. И даже не распрощив ее, как пользоваться им, сразу встал на него и не устоял. Полученную травму, перелом костей предплечья со смещением врачи относят к велосипедным. Ушибы и ссадины – самое безобидное, чем можно отделаться после катания на велосипеде. На днях из реанимации в отделение хирургии перевезли маленького велосипедиста, получившего разрыв поджелудочной железы. Он прооперирован и идет на поправку. А в отделении челюстно-люцевой хирургии, опять же, после катания на велосипеде, сейчас находится девочка-подросток. Из-за экстренного торможения у нее травма верхней и нижней челюсти. Когда перед ребенком возникает препятствие, он рефлекторно включает, в первую очередь, передние и задние тормоза. Происходит опрокидывание велосипеда. Когда ребенок летит, или головой в землю, или столб какой-нибудь, или бетон, и получает не только травму конечностей, но и травму головы. Буквально две недели назад у нас был ребенок такого же типа, у которого был перелом черепа. Сегодня с велосипедными травмами разной степени тяжести в детскую областную больницу в сутки поступает в среднем пару детей. Но через неделю-другую, когда станет совсем тепло, врачи ждут всплеска велосипедного травматизма. Недостаточный присмотр со стороны взрослого населения, либо халатности взрослого населения. 95-97% детского травматизма именно из-за этого. Чтобы катание на двухколесном транспорте было безопасным, врачи настоятельно рекомендуют при покупке велосипеда обязательно позаботиться о комплекте защиты. В прошлом году на дорогах по вине велосипедистов произошло 20 аварий. Три человека погибли, 17 получили травмы. Инспекторы надеются, что велосезон 2017 года сложится более удачно. К большому удовольствию всех любителей велосипедов, а также автомобилистов и пешеходов. Ведь очень часто это одни и те же люди.